Обычно родители увозили Серёжу на каникулы к бабушке в село. Но на сей раз Серёжа воспротивился. Говорит, я уже большой вырос, я уже сам могу поехать к бабушке. Но папа стал уговаривать его, путешествовать одному опасно. Но он упорно настаивал на свой. Нет, я уже большой, поеду сам. Тогда родители, посовещавшись, разрешили ему поехать одному. Привезли его на вокзал, завели в купе. Сперва попрощалась мама с ним, потом папа наклонился к нему, что-то всунул ему в карман, поцеловал и вышли из купе. Поезд тронулся. В купе вошла проводница и стала возмущаться. Это что-то, что за родители такие? Отправили в одиночку такого маленького мальчика. Серёжа стала неприятно на душе, но он промолчал. А затем в купе вошли пьяные мужики, стали кричать. И мальчику стало страшно. Он чуть не заплакал, но тут вспомнил, что папа что-то всунул ему в карман. Вытаскивает бумажку, развернул, а там написано. Сынок, когда тебе станет тоскливо и страшно, я в соседнем купе. Он так обрадовался. Побежал, забегает к папе в купе со слезами, начал обнимать его и благодарить, что он не оставил его одного. Вот так и мы иногда бываем такими упрямыми и настойчивыми, и спорим со своим Отцом Небесным. Но он, несмотря на наше упрямство, не оставляет нас и желает, что мы взывали к нему, когда нам трудно и одиноко, и тоскливо, и страшно. Слава ему за это! Аминь!